криминальное чтиво по-другому просто не могу воспринимать из моего киевского далека новости из россии которые мне тут каждый день приходится читать и герои их через одного ну просто вылитые персонажи фильмов квинтина тарантино раньше они были страшные а теперь смешные анекдотические дипломаты и фсбшники перевозящие кокаин из южной америки в европу самолетами правительственного авиаряда настя рыбка из тайского автозака призывающие штаты спасти ее а взамен обещающие рассказать про российский след в деле о вмешательстве в американские выборы такое что трампу точно не миновать импичмента путин пугающий мир ракетой с ядерным двигателем который может кружить над планетой вечно под безбожно устаревшую графику сворованную из старой компьютерной игры секретарь совета безопасности патрушев вообще напоминает мне чистильщика из какого-то боевика уже не помню тарантино или другого голливудского режиссера помните такой молчаливый криминальный специалист которого присылают навести порядок убрать трупы вытереть лужи крови и замести прочие следы на месте преступления чтобы копы потом и пылинки и нашли вот и патрушев то черногорию мотается чтобы загладить следы скандалов про участие российских головорезов в неудачной попытке государственного переворота то в аргентину заминать кокаиновый скандал то в таиланд то ли спасти рыбку то ли гарантировать ее экстрадицию и доставку под светлые очи олега дерипаски я уже не говорю про безумную няшу поклонскую свихнувшиеся на почве любви к последнему императору или мидовскую пресс-секретаршу марию захарову звенящим голосом разоблачающую очередную антироссийскую провокацию вражеских сми которая вскоре как правило оказывается отнюдь не провокаций танцевать у нее явно лучше получается жаль только вместе со своим шефом лавровым ничего не сбацало думаю вышло бы не хуже как в знаменитом дуэте ум и турман и джона траволты и получилось бы тогда совершенно законченная криминальная чтива по скрипту я не хочу преуменьшать угроз которые в действительности исходят от путинского режима и для внешнего мира и для ближайших соседей и для людей в самой россии я не хочу обидеть тех кто за 18 путинских лет был унижен и оскорблен то лишился свободы а иногда и самой жизни все это очень серьезно но над путиным и его подручными все равно надо смеяться высмеивать их благо поводы они сами преподносят ежедневно ничто не и сакрализирует власть всевозможных тиранов автократов самозванцев узурпаторов и деспотов больше чем насмешки над ними недаром советское время за политический анекдот могли посадить и я думаю что блистательные анекдоты про выжившего из ума прежнего его синильных товарищей по политбюро цк кпсс сыграли ничуть не меньшую роль в крушении советского коммунистического режима чем отсутствие рыночного разнообразия падения цен на нефть или непомерные военные расходы и по-прежнему против тех кто окопался в кремле смех самое страшное оружие покруче путинской чудо-ракеты евгений киселев